Всем привет! Меня зовут Алина и это Дайджест на Зенит ТВ. Здесь мы говорим о главных новостях и событиях из жизни клуба. Поехали! Дайджест? 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 Контент! Стартовал второй сезон подкастов обо всем, что связано с Зенитом. Открыл его сериал под названием «Как это работает», который посвящен устройству современного профессионального футбольного клуба. К прослушиванию и просмотру уже доступны два выпуска. Первый называется «Тренерский штаб, составляющий успеха команды». Его гостем стал Сергей Богданович Симак. В получасовом подкасте он рассказывает о стратегических задачах, стоящих перед главным тренером, о формировании планов на сезон, о планировании тренировок и матч-менеджменте, о психологической подготовке игроков и в целом о самых интересных аспектах своей работы. Героями второго выпуска стали директор департамента организационного сопровождения клуба Илья Горбачев и начальник команды Евгений Кошелев. Из этого эпизода вы узнаете о том, какая помощь требуется футболистам при переходе в новую команду, как организовать трехнедельный тренировочный сбор на другом континенте, кто стирает форму игроков и другие аспекты ежедневного быта сине-бело-голубых. Ищите подкаст «Как это работает» на всех основных площадках и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. А теперь новости инфраструктуры. На «Газпром-арене» установили новый свет. Знаю, звучит максимально скучно и довольно непонятно, но сейчас мы все объясним. Ранее на стадионе работал свет, который долго разгорался и также требовал определенного времени, чтобы полностью потухнуть. Теперь на нашей летающей тарелке будет работать светодиодный свет. Он включается и выключается буквально по щелчку пальцев. Помимо этого, стадион обзавелся архитектурной подсветкой, шоу-светом и несколькими видами дым-машин. Что это значит? Теперь у клуба появится возможность проводить масштабные световые шоу. То, что вы видите сейчас, это смоделированные версии того, что совсем скоро будет происходить на «Газпром-арене». Стадион получил сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к спортивному свету РФС, УЕФА и ФИФА. По всем показателям наш спортивный свет превосходит требования, а значит, в случае их ужесточения стадион сине-бело-голубых все так же сможет пройти сертификацию. Светодиодный спортивный свет широко распространен на европейских и мировых стадионах. Подобную технологию используют Ювентус, ПСВ, Тоттенхэм, Аякс и другие. Но «Газпром-арена» уникальна тем, что это крытый стадион, позволяющий реализовать мощную архитектурную подсветку крышных конструкций, а также эффективно использовать дымы, делающие световые шоу особенно красочными. Перспектива. 10 апреля генеральные директоры «Зенита» и «Сипахана» Александр Медведев и Мохаммед Риза Сакет встретились в онлайн-формате и подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Футбольный клуб «Сипахан» базируется в городе Исфахан и является одним из самых титулованных клубов Ирана. За свою историю он пять раз становился чемпионом пролиги Персидского залива, выигрывал национальный кубок, был финалистом Азиатской лиги чемпионов и единственным из иранских клубов участвовал в клубном чемпионате мира. Кроме того, он славится своей академией и работой с молодыми футболистами. Соглашение между клубами рассчитано на два года и предусматривает взаимодействие в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявлению талантов, развитие основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, в сотрудничестве с целью развития молодых спортсменов и проведении товарищеских матчей. Срок действия меморандума может быть продлен при желании сторон. Рейтинги. Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг, который высчитывается на основе выступлений команд на международной арене за прошедшие пять лет. «Зенит» занимает 28-ю строчку, то есть находится среди 30 лучших клубов Европы и возглавляет список российских клубов. Соперники по чемпионату России распределились следующим образом. «Сыска» занял 38-ю позицию, «Краснодар» находится на 45-й, «Локомотив» занял 54-ю строчку, а замыкает топ-100 «Московский Спартак», занявший 89-е место. «Пьедестал» достался Мюнхенской Баварии, Мадридскому Реалу и Барселоне. Данный рейтинг влияет на порядок жеребьевки клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Спасибо, что посмотрели наш второй выпуск. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на «Зенит ТВ», чтобы мы могли видеться чаще. До встречи. Пока-пока.